В наше время с семенами проблем нет, и купить разнообразные сорта и гибриды можно круглый год, в любое удобное время. Но все же, несмотря на такое изобилие товара, предлагаю сегодня вспомнить 9 важнейших правил выбора семян. На что нужно обращать внимание при покупке, когда вообще нужно начинать их приобретать, и все остальные детали в этом приятном занятии. Итак, самым первым делом, то есть перед походом в магазин, составляем план посевов. Это нужно сделать обязательно, так как там в аффекте, глаза заведущие, руки загребущие, можно набрать много лишнего и зазря потратиться. А при долголежкости эти семена будут терять свои свойства. Поэтому заводим тетрадь или дневник и записываем туда весь наш расчет. Это сначала определяемся, что мы будем выращивать в этом году, сколько грядок будем засаживать той или иной культурой, сколько кустов в каждой грядке, умножаем на 2, если высаживаем по 2 растения в лунку, плюсуем процентов 50 на всякие непредвиденные потери и вычисляем необходимое количество семян для каждой культуры. Далее, определившись с общим количеством, решаем, что у нас будет расти в открытом грунте, а что в теплицах. И уже исходя из этого, отмечаем, какие культуры и какую из них часть нужно купить для открытого грунта. Тут же обращу ваше внимание на то, что для закрытого грунта нужно брать самоопыляемые сорта и с неограниченным ростом. А для открытого грунта подойдут наоборот, низкорослые и пчелоопыляемые. Следующий шаг выбираем и тут же записываем, что мы хотим, сорта или гибриды. И то, и то по-своему хорошо. И у этих групп у каждой есть свои недостатки и достоинства. Поэтому, если вы планируете просто вырастить урожай, то берем гибрид. А если же вы хотите заготавливать еще и семена впрок, то тут нужны сорта. Или же можно взять частично и то, и другое. Все. Подготовив вот такой предварительный план посева, где нам уже ясны некоторые моменты, можно собираться и идти либо в магазин, либо же на сайт, смотря где вы хотите их приобрести. Например, в магазине можно каждую пачку не только увидеть, прочитать на ней информацию, но еще и потрогать. А упаковочки, они все такие яркие, красочные, что испытываешь одно удовольствие даже от этих ощущений. Зато вот на сайте закупка обойдется дешевле. А если же делать сразу большой заказ, например, от 1000 рублей выше, то доставка обойдется бесплатно. А у нас с вами в большинстве своем на весь сезон в сумме семян выходит гораздо больше, чем на 1000 рублей. Ну и вот уже определившись, где мы будем их покупать, то выбираем те сорта и гибриды, которые подходят для выращивания в климате своего региона, то есть районированные сорта. Может быть даже проверенные временем, которые максимально приспособлены к местным условиям. Или же может даже кто-то выбирает семена по производителю. Ведь один и тот же сорт, одной и той же культуры выпускают разные фирмы-производители. Поэтому если какие-то семена определенной фирмы хорошо себя зарекомендовали, то вам еще проще, так как круг выбора опять же таки сужается. И из-за всего этого изобилия вам нужно выбрать продукцию тех производителей, которым вы доверяете. Следующий критерий для выбора семян – это их обработка. А точнее выбираем, какие нам больше нужны. Это дрожжированные, инкрустированные, в гелевой оболочке, на ленте и так далее. Смотря какая это культура и как ее будет более удобнее сеять. Или же можно купить простые семена и обработать их дома самостоятельно. Например, обеззаразить, или же выдержать в стимуляторе роста, или даже самостоятельно расклеить на туалетную бумагу. Так мы добьемся абсолютно такого же результата, только выйдет гораздо дешевле, но зато придется потратить некоторое время. Ну а в завершении, когда уже мы учли все эти факторы, то покупаем те семена, которые нам понравились. И которые, конечно же, соответствуют всем нашим требованиям. А заодно обращаем внимание на устойчивость сорта к болезням, неблагоприятным факторам и вредителям. Только вот напомню, что чем больше полезных свойств имеет тот или иной сорт, тем он менее вынослив, так как ему сложнее приспособиться к экстремальным погодным условиям. И, наконец, стараемся покупать все четко по плану. Так как если брать семена на эмоциях, то есть без планирования, то излишне купленные семена будут потом лежать и стареть, а заодно еще терять свой внешний вид и самое главное это всхожесть. Поэтому срок годности семян это еще один важный критерий при их выборе. А это значит, что обязательно обращаем внимание на дату. И не берем те семена, где она наклеена на упаковочку. Всем хороших покупок! Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok